Здравствуйте дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрген в прямом эфире программы Случаи из практики и я Екатерина Борж. В жизни каждого человека есть страхи. Кто-то боится тараканов, кто-то экзаменов, кто-то смены обстановки. Но если страх мешает человеку развиваться, идти к своей цели, надо эту боязнь побороть. Как это сделать узнаем сегодня от психотерапевта Алексея Башканова. Алексей Сергеевич, добрый день! Добрый день, Катя! Добрый день, уважаемые телезрители! Напомню, телефон прямого эфира 46 90 60. Звоните, рассказывайте о своих страхах. Также есть такой вариант, пишите нам на секью. И еще у нас сегодня работает открытая студия. Сразу передаю слово моей коллеге Евгении Новоселовой. Женя. Здравствуй, Екатерина! Здравствуйте, Алексей Сергеевич! И приветствую всех наших дорогих телезрителей. Сегодня просто отличная погода. И вот под этим солнышком нашим северным начинает работу открытая студия. Мы, как и прежде, ждем телезрителей на пересечении улиц Красных партизан и Карла Маркса. Подходите, задавайте вопросы. Тем более, тема сегодня такая, мне кажется, каждого касается. Ну, что касается меня, повторюсь немножко, то я стал в последнее время бояться опаздывать на утренние планерки. Но я думаю, что это все преодолимо. Спасибо, Женя. Очень ждем вопросов. Ну, вот страхи, они на самом деле бывают, ну, очень разные. Физические, наверное, вот такие психологические, как у Жени, например. Да, их много разнообразных. Вот с чего начинать борьбу с ними? Итак, уважаемые телезрители, уважаемая Катя, да, Женя, все, кто к нам будут звонить, обращаться. Для того, чтобы понять, что такое страх, для того, чтобы понять, как себя вести, как сделать так, чтобы не бояться, нужно понимать, что человек собирается построить дом. Перед тем, как построить дом, у него есть два варианта. Либо он уже знает, как, да, его папа научил, либо он обратится к специалистам, к плотникам, которые и построят ему каменщики, плотники, построят ему хороший дом. Так вот, если к нам, как к специалистам, обращаются по поводу своих страхов, то мы всегда людям, я в частности, да, всегда объясняю очень важную вещь, что не все страхи, не со всеми страхами надо бороться. Не каждый страх нужно побеждать. Не каждый страх вреден, да? Существуют две большие группы. Страхи друзья, страхи враги. Страхи друзья, мы называем у них второе имя, которое называется инстинкт самосохранения. Страхи враги, это то, что в православии называются бесы, когда идет какое-то нашептывание нехорошее, которое мешает людям жить, мешает людям быть счастливыми и прочее, прочее. Вот с этими страхами врагами вы должны бороться, уважаемые телезрители. А вот страхи друзья, пожалуйста, вы их не трогайте и прекратите с ними бороться и тратить свою жизнь на то, чтобы их победить. Ну, например, какой страх друг, вы еще вчера думали о том, что это враг, а сегодня вы должны понять, что это друг и перестать с ним бороться. Страх высоты, да? Человек говорит, я боюсь забираться на крышу девятиэтажного дома, я боюсь, что я сорвусь, я боюсь... Не забирайся, инстинкт самосохранения тебе говорит, не лезь на крышу, не лезь на балконы, которые плохо строят выше шестого этажа. Это страх друг, и ни в коем случае от него избавляться не надо. Я боюсь глубины, говорит женщина, я боюсь заплывать далеко в воду. Так это же здорово, ты поэтому до сих пор и жива, что ты не плывешь во время шторма в воду, или там в незнакомом месте не ныряешь, никуда ты не заплываешь, поэтому это страх друг. И вот таких страхов друзей огромное количество. Их лечить не надо. До нас телезритель дозвонился, давайте прямый звонок. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, вы хотите нам рассказать или что-то спросить? Да, я хочу спросить. Вот у меня сын очень сильно боится полета в самолете, а часто по командировкам, в общем, на другом транспорте добраться туда нельзя. И он прям вот боится, ночь не спит, а в самолет если сядет, жена говорит, схватится за руки, глаза в течение полета вообще не откроет, не пьет, не ест, и мне, говорит, руку оторвать не даст от него. Что делать? Это страх врага, с ним надо бороться, и с ним надо бороться с помощью психотерапевтов, да? Почему? Мы как-то с Катей уже обсуждали эту ситуацию, да? Что это отсутствие контроля. Человек боится, что он не может контролировать ситуацию, да? Поэтому пусть он залезет в интернет, найдет нашу с Катей передачу и получит ответ на то, как бороться с этим страхом, да? Или придет, например, к психотерапевту, и за два сеанса мы уберем этот страх полета, это ерунда на самом деле. Все это очень легко убирается. Итак, со страхами врагами мы боремся, со страхами врагами мы боремся. Со страхами друзьями ни в коем случае мы не боремся. Но, уважаемые телезрители, я приготовил вам пять основных моментов, которые формируют страхи. Я приготовил вам пять основных позиций, с которыми можете соглашаться, можете не соглашаться. У меня, когда человек какой-нибудь начинает, вот он приходит, у него же свое мнение, у него свое видение, именно его мнение и его видение и привело, в конце концов, его к специалисту, к психиатру или к психотерапевту. Потому что он неправильно думает, но считает, что думает совершенно правильно. И переубедить его никто не может. И не надо. И ни в коем случае не пытайтесь таких людей, особенно это касается родных и близких, когда пытаются друг друга переубедить, а при этом говорят об одном и том же. Еще один звонок, давайте примем. Мы приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Я хочу узнать про панические атаки. У меня вот племянница страдает, и ничего мы не можем сделать. Итак, панические атаки. Спасибо. У нас разработана уникальная программа. Я за шесть месяцев вывожу людей из панических атак. Все. Это залезайте к нам на сайт, смотрите. Сегодня передача не о панических атаках, а сегодня передача о страхах. Я хочу немножечко о другом рассказать. У нас открытая студия еще готова брать. Но панические атаки на самом деле я лечу в два этапа. Первый этап у меня идет расстановка по Берту Хеллингеру, затем психотерапевтическое лечение, затем перерыв. И вот после второго курса психотерапевтического я отвечаю правым ухом на то, что у вас панических атак не будет. Сто процентный результат. Мы два года работаем по этой методике, сами ее отработали, сами ее сделали. Результаты великолепны. Я работаю по скайпу с Германией, с Францией, с Америкой. То есть уже можно говорить, что работает и работает на сто процентов. Немножечко с дифферамбов. Давайте переключимся. Открытая студия у нас. Итак, хватит халить себя. Открытая студия готова. Открытая студия. Давайте с открытой студией. Женя, мы передаем слова. Еще раз вас приветствую. Вот рядом со мной появилась телезрительница, такая прекрасная леди Валентина Петровна. Сейчас узнаем, чего боится она. Валентина Петровна, чего вы боитесь? Так я ничего не боюсь. А боюсь только за свое здоровье. За ножки боюсь. Чтобы ножки меня носили хорошо. Тогда все, можно трудиться. И вообще можно жить. А как с этим страхом боретесь? Что делаете? Что делаете, чтобы этого страха не было? А я не знаю, не за что страшиться мне уже. Если бы что-то такое, я моложе была, может быть, я страшила что-то. А сейчас я работаю на дачке. Прошу заметить, что Валентина Петровна 78 лет. Человек до сих пор работает сам на даче. Да, я одна работаю на дачке, потому что у сына своя дачка. Вы говорите, что вам помогает Бог. Вы просите у Бога силы, чтобы не бояться. Бог и сила мне помогают. И мне помогает моя доброта. Да, вы знаете, когда человек злой, он, во-первых, раньше стареет. Потом все ему, что ты со здоровьем и со всем. А я человек очень вежливый и добрый. И добрый. Спасибо большое, Валентина Петровна. Вот, кстати, как вам такая методика? Добротой бороться со страхами. Да, добротой. И даже вот знаете что? Даже с болезнями можно бороться добротой. Мы поняли. Спасибо большое, Валентина Петровна. Доброта. Доброта. Замечательно. Здорово. Я очень рад этому сюжету. Но опять же, страх друг, страх враг. Можно бояться, что ноги откажут. А можно сесть этой женщине, милой, попросить внуков, сыновей, дочерей кого-то. Или саму это сделать. И расписать, что я должна сделать, чтобы заняться своими ножками. Или я просто прошу у Бога. Или я просто боюсь. Или я что-то делаю. Вот если я просто боюсь, это страх враг. Да, и он ее погубит. И чем больше она будет бояться, что у нее проблемы с ногами, тем сильнее будут развиваться эти проблемы. Сядьте, распишите. И все, и станет легче. И приключитесь на другую ситуацию. А по ногам у вас в течение дня должно быть все расписано. Делаем массажик, делаем разминочку, специальные мази, специальные бинты. Обращаемся к врачам, принимаем и так далее. Да, вот это позволит вам очень быстро уйти от этого страха. Вернув вас к пяти понятиям. Итак, Катя, верните меня обратно. Итак, пять основных задач. Я хочу, чтобы операторы взяли крупным планом. Если будет видно. Итак, задача номер один. И звучит она так. Поближе, пожалуйста, чтобы всем было все видно. Мы все и всегда делаем только для себя. Все остальные поступают точно так же. Что это означает? Это означает, что каждый человек, который рождается на этой земле, он рождается в одиночку и умирает он тоже в одиночку. И когда его некие государства пытаются заставить, чтобы он жил по правилам государства, это здорово, но это навязывание правил. А люди должны помнить. Вот у нас сегодня ко мне все наше население разделилось на две большие категории. Первая категория это те, кто помнят социализм. И вторая категория, которая родилась уже вот это вот капиталокоммунизм. Да, вот это вот переходное состояние непонятное. Так вот те, кто жили при социализме, формировались при социализме, это люди от 40 и старше. Это люди, у которых сознание общественное. Им очень сложно переключиться на капиталистические правила. На правила homo hominis lopus est. Что означает человек человеку волк. И вот это капиталистические правила. Если вы увидите фильм про американскую жизнь, про английскую жизнь, про французскую жизнь, вы увидите, что даже в школе дети сидят по одиночке за партой. Их с детства приучают к тому, что ты отвечаешь сам за себя. К 18 годам ты должен сформироваться, ты должен получить некое образование, а затем идти дальше во взрослую жизнь. У нас, к сожалению, вот эти вот социалистические правила, там было очень много хорошего, но был перегиб, который назывался все общественное, все для кого-то. А это неправда. Правило номер один. Мы все и всегда делаем только для себя. Катя, скажите мне, пожалуйста, приведите пример, что вы сделали для других людей. Есть такой пример? Да, наверняка, много. Ни одного. Я когда своим клиентам это говорю, у меня за спиной обычно 35 моих дипломов. Я говорю, вот любой из этих дипломов я съем, если вы мне приведете пример, что вы сделали именно для другого человека. Что вы сделали для своего мужа? Что вы сделали для своего ребенка? Что вы сделали для своей мамы? Любой пример, Катя? Ну, у меня нет времени сообразить. Страшно отвечать. Итак, люди. Мне не страшно просто. Когда вы говорите, я забочусь о своем ребенке, я делаю это для ребенка. Это неправда. Вы это делаете для себя. Потому что у вас три меры ответственности. Ответственность перед государством, ответственность перед собой, ответственность перед Богом. То есть, на самом деле мы все и всегда. Это сложно понять. Это как у меня одна клиентка говорит, у меня разрыв башки сейчас произойдет. Да. Но когда вы это поймете, многие вещи встанут на свои места. Вы перестанете ждать от других людей заботы. Вы перестанете ждать от других людей помощи. Вы оторвете свою попу и пойдете делать это сами. И не будете надеяться на чью-то помощь. А начнете понимать, да, это я, я живу в этой жизни, я должна или я должен что-то совершить, чтобы мне было хорошо. А не ждать, что это сделает муж, отец, брат, сестра, кто-то еще. Правило номер два. Операторы. Правило номер два. И мы с вами уже проговорили это правило. Все страхи делятся на страхи врагов и страхи друзей. Это правило мы с вами уже проговорили, поэтому очень плавно переходим к правилу номер три. Что означает это правило? Оно звучит так. Все, что я делаю в течение дня, хорошо. И это хорошо. Что это означает? Это означает, что когда ко мне приходит клиент, я прошу его ответить, вот чем отличаются две фразы. Все, у меня все будет хорошо. Фраза номер один. У меня все будет хорошо. И фраза номер два. Все, что я делаю, это хорошо. Вот чем, Катя, они отличаются? Будет это когда-то. Будет когда-то у кого-то, у меня все будет, что именно у тебя будет хорошо? Это что за посыл во вселенную? У меня все будет хорошо, это ни о чем, понимаете? И когда многие психологи пропагандируют эту ситуацию, встаньте перед зеркалом и скажите, у меня все будет хорошо, у меня все будет замечательно Человек каждое утро встает, а у него все хреновее и хреновее, у него все хуже и хуже У него там не получается, там не получается, у него бизнес не получается, у него с семьей проблемы, у него с детьми проблемы А он утром становится перед зеркалом, у меня все будет хорошо, ну да, наверное в следующей жизни, да? Итак, правило номер три, которое гласит, что и это хорошо, все что я сделал сегодня или все что я сделаю сегодня будет хорошо Если я не дай бог споткнусь и ударюсь головой о стенку, вот хорошо, почему? Я ведь мог споткнуться и разбить себе голову сильнее, а я ведь мог убиться, а я ведь мог скатиться вниз по ступенькам и мне было бы еще хуже А я просто разбил себе голову и это хорошо И задайте себе вопрос, не за что мне это, а для чего мне это? Какие выводы я могу сделать, да? Какие выводы я могу сделать? Я споткнулся и ударился головой, какой вывод я должен сделать? Значит, надо сварить под ноги, да, надо, чтобы была удобная обувь, надо завязывать шнурки, да, или поменять срочные шнурки Если ты споткнулся об шнурки, надо мерить давление по утрам, если у тебя закружилась голова и так далее Найдите причину, для чего вам этот жизненный опыт, а ни в коем случае, как некто зря Господи, за что мне это? За что мне? Не за что, а для чего мне это? Нам пора прерваться на небольшую рекламную паузу С удовольствием, потом продолжим Мы расскажем обязательно после, пока звоните, пишите и не переключайтесь